Здравствуйте! Меня зовут Александр Братецкий. Идея записать серию обучающих видео возникла не случайно. Дело в том, что на данный момент в интернете содержится очень много методических видео, которые посвящены общим вопросам. Мне хотелось бы сделать акцент на артикуляционных и на дыхательных техниках. Базовые дыхательные техники. В процессе игры, так или иначе, вы будете встречаться с двумя типами взятия нот. Отрывистые, легата и длительные стакката. Соответственно, для каждого типа этих нот существуют упражнения дыхательные, которые можно отработать. Упражнения для отработки стакката. В традиционной литературе по хатха-йоге и во всемирной сети оно называется капалабхати, что в переводе значит «сияющая крышка черепа». Активный выдох через нос с закрытым ртом и пассивный короткий вдох. Посмотрите, пожалуйста. Это всегда активная работа нижней части живота. Работает та часть мышц, которая находится выше паха и ниже пупка. Второе дыхательное упражнение отрабатывает возможность взятия легата. Это интенсивный вдох нижней частью живота и интенсивный выдох нижней частью живота. Руки по-прежнему можно держать одну сбоку грудной клетки, другую внизу живота. Интенсивно работает низ живота. На первых этапах делайте не более 5-7 таких интенсивных дыхательных движений. В классической литературе по хатха-йоге и в интернете вы можете это упражнение найти под названием «бха-стрика», что значит «кузнечные меха». Бха-стри-ка. Упражнение, которое увеличивает длительность вдоха и выдоха путем того, что вы выдыхаете через препятствия. В данном случае это будут поджатые губы. Таким образом в легких создается избыточное давление, внутри естественно, и они начинают расширяться. Подключаются те отделы легких, которые раньше полуспали и вяло участвовали в процессе дыхания. Еще раз хочется повторить, что это упражнение нацелено на увеличение длительности вдоха и выдоха. Как оно выглядит? Сначала глубокий полный вдох. Мягко натянули губы, слегка подвернув их внутрь. Выдох до получения специфического звука, как рев слона. Вдох. Методы расслабления шеи и горла. В традиционной литературе по хатха-йоге это упражнение называется браммаре пранаяма. Дыхание большой черной пчелы. Полный вдох, который начинается снизу живота. Выдох через нос до получения характерного звука. Мычание. Чем больше вы опускаете это мычание в сторону грудной клетки, тем лучше. Если оно застревает у вас в шее или в верхней части горла, это не очень хорошо. Старайтесь раскрыть максимально голосовую щель и опустить этот звук сюда. Как это происходит? Вдох. 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 Еще один метод расслабления мышц шеи и горла под названием жаба. Попытайтесь проглотить какой-то объект до получения характерного звука. Постарайтесь поработать гортанью, кадыком, как можно интенсивнее, с хорошей большой амплитудой. Продолжение следует... Просто попытайтесь корчить рожи. Технично и методично. Все просто. Стоп. Отдохнули. Следующий подход. Подержали. Подержали. Отдохнули. Как только мышцы теплеют и становятся более податливыми, вы достигаете своей цели. Метод расслабления языка. В литературе по хатха-йоге и во всемирной сети вы можете его найти под названием сингха-мудра. Сингха-мудра. Что это значит? Кончик языка вы натягиваете на подбородок. Все очень просто. Если к этому вы еще прибавили движение глаз в сторону переносицы, будет вообще отлично. В процессе многолетней преподавательской деятельности я выяснил, что такой инструмент, как варган, он же хамус, очень хорошо помогает студентам в освоении многих дыхательных и артикуляционных техник. Дело все в том, что то, что вы делаете на варгане размашисто, во рту, языком, при помощи губ и диафрагмы, вы будете делать очень компактно на губной гармонике. Поэтому варган по отношению губной гармоники в данной ситуации выступает как тренажер. Несколько дыхательных упражнений для того, чтобы вы отработали диафрагмальное дыхание за счет низа живота. Один удар, два дыхательных движения, дуоль. Один удар, три дыхательных движения, триоль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Триоли. Удар на себя, вдох, выдох, вдох. Удар от себя, выдох, вдох, выдох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дражание, как подводящее упражнение к диафрагмальному вибрато. Один удар рукой, мелкие вдохи-выдохи, серия, за счет низа живота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звукоряд И, Е, Ю, А, Э, О, У. Где И, А и У являются опорными звуками. Все остальные промежуточными. Еще раз. И, Е, Ю, А, Э, О, У. Звук И живет у вас сразу же за зубами. Ю чуть дальше. А в горле. У в верхней части живота. Или в грудной клетке здесь. Как это выглядит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Каждый гласный звук в данном случае обязательно должен сопровождаться изменением объема резонатора. Следующая серия упражнений, которое затрагивает артикуляцию передней частью языка и боковые части языка. Артикуляция на Т. Кончик языка совершает вот такие движения. Движутся вперед-назад. При этом пытается ударить по передним зубам изнутри. Сначала. Позже вы можете к этому звуку присоединить любой гласный. И, Е, Ю, по желанию. А, пожалуйста. Артикуляция на К. При этом работает активно не кончик языка, как в предыдущем упражнении, а его бока. Точно так же. Сначала К без инструмента, потом вы присоединяете к звуку К любую гласную. Теперь смесь Т и К. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для демонстрации первого упражнения используется инструмент Marine Band Honor Marine Band Steve Baker Special. Инструмент низкий, имеет добавочную октаву и бархатистый тембр. Его достаточно просто раскачать начинающему исполнителю животом. Это причина, по которой он применяется. Сначала два выдоха. Два вдоха, дуоли. Три выдоха, три вдоха, триоли. Первое упражнение. Второе упражнение. Триоли. Это всегда мягкий ритмичный толчок низом живота. И упражнение-тест, которое можно использовать для проверки состояния вашего горла. Допустим, у вас работает очень хорошо живот, и вы это чувствуете, но звук все равно грязный. Тогда, скорее всего, препятствие на уровне горла. Зажатая голосовая щель. Как не надо. Как это будет звучать? Используйте все методики для отработки расслабления горла. И делайте вдох свободный, выдох, вдох. Мощность дихания всегда старайтесь набирать от меньшего к большему. Не начинайте с рывка. Следующее упражнение отрабатывает тонкую моторику губ. С хлопыванием. С хлопыванием. Варианты боя. Бой средним пальцем последней фалангой, подушечкой. Локоть практически не работает. Основное движение живет в запястье. И бой за счет средней фаланги указательного пальца. Здесь предплечье совершает вращение вокруг собственной оси вертикальной. Первый вариант. Первый вариант. Второй вариант. Второй вариант. Теперь немного применения всех вышеперечисленных методик. И� цвет cubления. Первый вариант. Второй вариант. Чащи. Тащи. Тащи. Пау. Тащи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще раз Это тонкие, мягкие, деликатные движения Не жуйте инструмент, не высасывайте воздух на вдох и не сплевывайте его на выдох, тогда у вас все получится Для демонстрации этой техники использовался инструмент Honor Crossover Marine Band с бамбуковым корпусом. Он очень звонкий, очень приятный на ощупь. Блокировка языком Блокировка языком Представьте себе первое отверстие, это выдох, это выдох, это вдох. Показываю для вас, естественно. Это язык, кончик. Кончик языка аккуратно кладете на перегородку между первым и вторым отверстием. Но во рту у вас при этом находятся три отверстия. Губы по-прежнему закрывают половину или треть от ширины крышек и уголки рта строго, в этой технике строго не участвуют в захвате. И язык начинает совершать мягкие пульсирующие движения без отрыва от гребенки. Как видите, у вас постоянно звучит то отверстие, которое находится справа во рту. При этом ритмично закрываются те, которые слева. Если все время этого цикла принять за единицу, то полное закрытие, фаза полного закрытия, это две трети, фаза не полного закрытия, одна треть. То отверстие, которое справа звучит непрерывно. Как это выглядит? Если у этого движения две фазы, раз и два, то вы можете к нему подойти с двух сторон. Вы можете сначала взять аккорд и аккуратно прислонить язык к гребенке, закрыть два отверстия первых. Потом, наоборот, отнять язык от инструмента. Первый подход. Второй подход. Сразу мягко кончиком языка заблокировать первые два отверстия и повисеть на том, которое справа. Надышать его. Вдох-выдох, вдох-выдох. И только после того, как у вас привыкли губы к этому положению, вы начинаете потихонечку, мягко, ритмично отрывать язык от инструмента и прислонять его обратно. Первый путь. Аккорд. Блокировка. Второй путь. Повисеть на двух заблокированных отверстиях слева и прокачать то, которое справа. Аккорд. Блокировка. Методики отработки блокировки. Все те же самые известные вам ритмические фигуры дуоли и триоли. Только теперь в качестве вводителя ритма при исполнении блокировки выступает не живот, как в предыдущих дыхательных упражнениях, а язык. Вы дышите ровно и не дублируете дыхательными движениями движения языка. Дуоли. Триоли. Теперь все то же самое по четыре и по шесть квартоли, секстоли. Триоли. Далее, везде до оли. Три выдох, три вдох, четыре выдох, четыре вдох. Это уже передвижение по инструменту. Здесь есть одна тонкость. Не старайтесь каждый раз удалять и приближать к себе инструмент. Передвигайте его руками строго вправо-влево. В любом случае, все тонкие движения отдавайте рукам. Более грубые – к голове. КОНЕЦ При записи этого ролика использовался классический Хонор Мэрин Бэнд. Это классика звучания блокировки во все времена. Артикуляционные техники. Бенды и передувание. Это техники-родственники. Бенды – это всегда понижение высоты тона, передувание – повышение высоты тона. В основе и той, и другой техники лежит изменение направления потока воздушной струи, которая вдыхается или выдыхается. Непосредственно менять направление – язык. Корень языка – средняя треть, передняя треть. Корень языка всегда расслаблен. Голосовая щель слегка приоткрыта. Работает активно средняя треть языка и передняя треть. Вдох. Струя воздуха попадает в рот практически под прямым углом по отношению к зубам. И язык начинает слегка отходить назад за счет средней трети и передней трети. Тогда возникает бенд. Воздушная струя стремится к твердому небу. Язык уплощается. Нет бенда. Воздушная струя опять попадает в рот под углом 90 градусов. Это бенда. Как это выглядит? Это бенды обычные, не хроматические. Но существуют хроматические. Техника взятия точно такая же, как и у обычных бендов, только язык совершает более тонкие, более оточенные движения. Тогда вы можете делить ноту на хроматические составляющие, на хроматические компоненты. Как это выглядит? Артикуляция звука имитации, которая применяется при этом. А, открытая нота, И, это полтона, У, это тон целиком. Для второго отверстия. Для третьего отверстия. А, открытая нота, И, полтона. Между И и У, тон. У, полтора тона. Между И, полтора тона. Вы можете применять артикуляцию на Кэ. И таким образом вы будете играть стакката, а не легата, как сейчас. Стакката. Это то, что касается второго и третьего отверстия на вдох. Что касается первого, четвертого и шестого. Там артикуляция еще проще. А и У. Первое. Четвертое. Четвертое. Передувание. Сейчас прозвучали последовательные передувания на шестом. Пятом и четвертых отверстиях. Выдох. Вдох. Выдох. Передувание. Вдох. Как эти техники выглядят в практическом боевом применении? Продолжение следует... Пятом и четвертых отверстиях. Звучит музыка. Для записи этого ролика мной использовался инструмент фирмы Honor серии MS, который был посвящен 150-летнему юбилею этой фирмы. Хороший инструмент. Звонкий, прозрачный. Вибрато горловое и вибрато диафрагмальное. По физической сути вибрато это всегда изменение какой-то характеристики. Плавное и ритмичное. В случае диафрагмального вибрато это изменение громкости. В случае горлового вибрато это изменение высоты тона. Пример для диафрагмального вибрато. Изменение громкости. Это подводящее упражнение. Вы пытаетесь дышать от меньшего к большему и опять затухаете. Начали. Поднялись, достигли пика, завершили. И так каждый раз. Это работа нижней части живота. Музыка. 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 Горловое вибрато. Это работа корня языка и средний третий. Это всегда маленькие бенды. Это микробенды. Это плавные ритмичные изменения высоты тона. Лучше всего взять такой вибрато на бендовых нотах. Звук имитации. Звук имитации. Для демонстрации этих техник были использованы инструменты Хонор Блюз Харп и Хонор Танту Бёрд. Теперь немного практического применения на практике двух типов вибрато. Ни одно из них не прозвучит сейчас отдельно. Они будут использоваться последовательно. В смешанном виде. Звук имитации. 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 КОНЕЦ Если после просмотра этого видео у вас есть какие-то вопросы, вы можете их смело задать мне как в формате индивидуального занятия, так и в формате группового. Мой сайт harmonicas.ru Отдельное спасибо за помощь и организацию съемок компании Динатон.